Российскую федерацию любят с самого рождения ребенка. У нас 45 лицеев и гимназий, 43 с русским языком обучения. Только одна с румынскими, одна русско-румынский. Детские сады, 58 учреждений раннего образования, все с русским языком воспитания. То есть здесь с молоком матери воспитываешься в русской культуре. И даже вот эти примеры по донациям со стороны Российской Федерации, грантов, которые значительно уступают, например, Турции. Но тем не менее здесь любят Россию вне зависимости от того, помогает она финансово или нет. Здесь продолжают любить Россию даже год спустя страшной войны. Да, здесь даже войну не называют специальной военной операцией. И поэтому вот на этом фоне, ну, наверное, такому геополитическому другу, как Российской Федерации, грех не воспользоваться такой любовью в этом регионе. И поэтому, как я вам говорил выше, всегда башканы были близкие к Российской Федерации. И я всегда привожу пример, что, например, Республика Турция. Она, ну, в разы больше оказывает финансовую поддержку ГГУЗе. Но я еще ни разу не слышал, чтобы певцы турецкие или политики турецкие говорили о предпочтениях на выборах в башканы ГГУЗе. То есть любовь, она должна быть такой, бескорыстной, без какой-то политической подоплеки. Тогда это честно и открыто. Поэтому, да, я думаю, что Российская Федерация внимательно следит за развитием событий. И даже на крупнейших интернет-сайтах были публикации. Кто у нас стал главой ГГУЗе, да, какая ситуация с исполнителем. Это были те же самые люди, которые поддерживали политику Ивана Шора по отношению к Молдове. Здесь есть это понимание и намеренно все-таки граждане придерживаются команды Шора, чтобы не потерять связь с Россией. Я возвращаюсь к своему вопросу. Дружба с Россией победила на выборах сейчас в ГГУЗе? Нет, наверное, все-таки точно так можно было ответить на ваш вопрос в случае Ирины Влаг. Здесь все-таки это один из факторов был. Больше вот эти новые предвыборные технологии, сказочные обещания, большие инвестиции, наверное, это все-таки было первично вот на этих последних выборах. Чтобы не пропустить все выпуски программы «Альтернатива», ищите нас в Ютубе. Подписывайтесь на канал ТВ-8.